Зарянов Пётр Иванович, Галина Николаевна, это же ваш родственник? Да, это муж моей сродной бабушки. Посмотрите, какой интереснейший человек. Родился он в Бобровке. У них была очень большая семья, много было детей. Закончил два класса только и потом школой. Потом только пошел и работать в колхоз. Сначала он попал в стрелковую дивизию, его моментально ранило. Вы знаете об этом? Да. И он попал в госпиталь, пролечился, и оттуда он уже не пошел в стрелковый полк, а он обучился на сапера. Делал проходы в минных полях. И вот однажды он рассказывал у меня на уроке, что они делали проход в минном поле немцам, для того, чтобы был проход для Красной Армии. И немцы их заметили, и начали шквальный обстрел. Его товарищи, их двое было, его товарищи уполз дальше и, в общем, туда, в тыл подальше. А он залег сначала, а потом продолжал спокойно, деловито делать свое дело. И проход почти уже закончил, и пришел его товарищ виноватый. А потом, когда они вернулись назад, он рассказал всем. И он за это получил свой первый орден славы. Настоящая солдатская награда. Орден славы. Потом он дважды форсировал крупнейшие реки, европейские уже, это Одер и Вислу. А там, наоборот, у них задача была разминировать берег, то есть переправиться, разминировать берег, и потом уже наших, десант наш, перевозить. И вот он был очень хорошим перевозчиком. Примерно через Вислу он перевез 95 бойцов, 7 раз туда. Туда он перевозил десант, а назад он перевозил ранее. Когда рассказывал о войне, он все рассказывал очень просто. Как-то героем от себя не считал. Он как-то так по-простому говорит, ну вот ползешь, палочкой тычешь, где эта мина? Потихоньку, помаленьку. И никогда, вот когда фильмы о войне смотрели мы, или читали книги, герои представляли такие, это был просто скромный такой человек, и по-простому рассказывал о войне, как будто это какое-то обыденное дело. Он спас человека, командира своего, он подорвался на мини. То есть все уже, все минеры, которые с ними были, они погибли. Он остался, и командир Ерофеев. И он подорвался на мини, то есть жив еще был. И он на плащ-палатку его положил, и пять километров нес по лесу до своих. И вот за это тоже получил награду. Третий орден славы первой степени, кстати, пришел уже вот как раз за подвиг на реке Висла. Уже в мирное время, в 45-м году, он узнал о том, что он награжден орденом славы первой степени. Вот таким образом Петр Валюзояна стал полным кавалером ордена славы. Слава вам, ребята, все, которые воевали. И вернувшиеся, живые, и раненые, и погибшие. Слава вам всем. Но сегодня у нас речь была о полном кавалерии ордена славы Зыряном Петре Ивановичу. И счастье для Галины Николаевны, что она является его родственницей. Зыряном Петре Ивановичу.